Всем здравствуйте! Наступила настоящая поздняя осень. Погода немного испортилась, за окном пасмурно и туман. Зато как приятно находиться сейчас в теплой, уютной квартире или офисе. Ведь отопление работает на славу. И еще один позитивный момент. Сегодня пятница, а значит уже завтра выходные. А пока вы еще не окончательно расслабились, предлагаю вам узнать все самые важные события нашего города и края. Вы смотрите программу «Полдень». Мы работаем в прямом эфире в студии Инга Песковатская. И вот что мы приготовили для вас в первой части нашей программы. Касается каждого. Аварийное здание. Почему дом в поселке Анжиевском не снесут, а капитально отремонтируют. Питьевая вода. Показатели качества и новые методы экспресс-проверки. Школа грамотного потребителя. Цель проекта и оценка его эффективности. Обсудим с гостем студии. Не переключайтесь. А начинаем мы с новостей жилищно-коммунального хозяйства. Потому что это касается всех. Ведь независимо от того, живете вы в квартире или частном доме, вы каждый день пользуетесь водой, светом, газом и теплом. А чтобы вас ненароком не обманули, нужно быть подкованными и разбираться в ЖКХ. Именно для этого по всей стране проходят занятия в школе грамотного потребителя. Ставрополь не исключение. Например, накануне в водоканале Краевого центра обсудили качество питьевой воды. Анастасия Зубрицкая продолжит. Это обычный кран с купленным, приобретенным в магазине. А здесь уже установлена водосберегающая насадка, которая позволяет экономить воду. Как сэкономить воду и уменьшить сумму в квитанции за коммуналку, теперь это знают и школьники. В городском водоканале Ставрополя им показали, на что способна обычная насадка стоимостью в 100 рублей. Опыт начинается. Самое наглядное, это вот так вот выглядит. На этом кране явный перерасход воды. Здесь выставлен расход примерно 5-6 литров в минуту. Именно достаточный для того, чтобы мыть посуду. Вывод – одна насадка позволяет сэкономить до 40% воды. Участникам школы грамотного потребителя показали, и как работают фильтры, и какие еще ноу-хау можно применить. Например, система предотвращения утечек воды. Ее работа начинается с обычного датчика. Датчик передает сигнал на хаб. Хаб вам дает сообщение на смартфон, что у вас именно на этом датчике есть обнаружена вода. И хаб одновременно сейчас даст команду на кран на перекрытие крана. Все, кран закрылся. С помощью фильма школьникам рассказали, и как вода поступает в краны Ставропольцев. Какие процедуры очистки она проходит, они посмотрели уже во время экскурсии. Теперь, уверены старшеклассники, им будет чему научить родителей. Родители послушают, потом у тебя твои советы. Да, послушают, всегда слушают. И всегда прислушаются, говорят, что вам много чего полезного рассказывают, что нам раньше не рассказывали. Конечно, слушают. Мастер-класс для школьников в водоканале Ставрополя на этот раз провели в рамках партийного проекта «Единой России. Школа грамотного потребителя». Одно из направлений работы школы грамотного потребителя, оно идет в направлении вода. Отношение к воде, сбережение води. Почему не случайно мы находимся сегодня здесь. Здесь обучение проходит, мы проводим обучение как на местах, через советы микрорайонов, через районные администрации. Здесь же на базе ресурсоснабжающей организации специалисты обсудили качество питьевой воды в регионе. Его уровень назвали стабильным. Но вот в других районах края проблемы нашлись. Часто они связаны с плохим обслуживанием. Именно по этой причине зимой этого года возникла вспышка тулеремии в Петровском районе. «Вот у нас как раз эта и проблема стоит. Сейчас те водопроводы, которые питаются из радиаков, мелкие, муниципальные, которые ведомственные, которые просто некому обслуживать, некому следить за качеством воды, какая она там происходит. У нас таких 60 водопроводов». Сейчас Общественный совет партийного проекта «Школа грамотного потребителя» совместно с водоканалом Ставрополя прорабатывают вопрос о создании переносной лаборатории. Так называемого «чемоданчика». С его помощью жители смогут самостоятельно получить экспресс-оценку питьевой воды. Подобные чемоданчики использовали в 60-х годах. Сейчас один из них – экспонат Музея водоканала. И если такая домашняя экспертиза покажет несоответствие нормам, стоит бить тревогу. Астасия Зубритская, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Школа грамотного потребителя Какие еще занятия проходят в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» нам расскажет начальник отдела информационно-методической работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Наталья Колесникова. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Откуда вообще взялся этот проект «Школа грамотного потребителя» и для чего он был создан? Он был создан осенью 2014 года по инициативе Минстроя России, партии «Единая Россия» при содействии фонда «Содействие реформирования ЖКХ». На Ставрополе он начал реально действовать с марта 2015 года при активном содействии Министерства ЖКХ Ставропольского края. Спустя полгода после создания проекта. Совершенно верно. Основной формой со стороны Министерства у нас является проведение бесплатных занятий ежемесячных для всех жителей. Любой желающий может прийти раз в месяц в администрацию города или края, охватываем весь край одновременно и прослушать лекцию, позадавать вопросы на интересующую тему. Стараемся готовить лекционный и презентационный материал так, чтобы людям было интересно и мы реально помогали им находить ответы на волнующие их вопросы. Почему все-таки был создан этот проект? Вы не ответили на этот вопрос. То есть была проблема, наверное, да, что жители страны и нашего края... Меняется законодательство, оно меняется в ЖКХ порой быстрее, чем профессионалы успевают вникнуть, отследить, принять какие-то меры, все. Что говорить о жителях, да, на которых сегодня возложена основная часть по управлению многоквартирным домом. То есть, ну, я действительно убеждена, что нашим старшим домом, представителям Советов домов, нужно поставить памятники, потому что им приходится осваивать большой объем информации, договариваться с жителями, воевать, да, в какой-то степени с управляющими компаниями, с ресурсниками, все, чтобы в доме было тепло, светло и комфортно проживать. Поэтому именно образовательный проект такого рода был запущен. И сегодня у нас сложился пул таких жителей, которые хотят разобраться, которые хотят вести эту работу честно, компетентно и на своих условиях. Что, собственно, и правильно по жилищному кодексу мы с вами заказчики того, что происходит у нас в доме, никто нам не может навязывать. Мы решаем с вами. Вы сказали, что инициаторы – это Минстрой, Фонд содействия реформированию ЖКХ. А у нас в Крае кто реализовывает этот проект? А у нас совместно идет реализация. Это Министерство ЖКХ Ставропольского края, это партия «Единая Россия», плюс органы местного самоуправления и все желающие. То есть ЖКХ-контроль организация. Периодически к нам вливаются в наш проект, бывают у нас совместные темы. И служба судебных приставов, мы с ними отрабатывали тему по должникам. И Роскомнадзор, и все-все-все, мы всех рады. Оригинальная тарифная комиссия, все, кто нам готов помочь, мы всех ждем. Но вы сами на них выходите и предлагаете? Или они обращаются к вам с просьбой осветить? По ситуации, да. Иногда вопрос возникает у жителей, и мы понимаем, что здесь как бы немножко не наша компетенция и полномочия. И тогда логично пригласить коллег, которые нам доступно и компетентно расскажут о том, как должно быть. Но как занятия в школе грамотного потребителя проходят технически? То есть когда собираются, что обсуждают, как часто, где они происходят? Вы сказали в администрациях, да? Да, совершенно верно. В один установленный день. Как правило, мы берем отчетную дату, это последний четверг каждого месяца. То есть в этом месяце это 30 октября мы берем. И к этому времени министерство ЖКХ готовит лекцию на установленную тему. Мы разрабатываем до этого план на полугодие. И мы рассылаем специалистов в органах местного управления. Они изучают эту лекцию, сопровождается она презентацией в обязательном порядке. И они оповещают жителей. Мы просим присылать нам отчет о том, как они оповещают жителей, чтобы это была расклейка в местах массового скопления людей. Это, например, где? В подъездах, на столбах, где ходят люди. Кто может на сайте. Прекрасно, если есть возможность в местной прессе дать объявление. То есть там, где эта работа налажена, люди ходят, и люди требуют проведения занятий, если вдруг оно по каким-то причинам не состоялось. Занятие само проходит. Люди приходят без регистрации. Оно абсолютно бесплатно. Не нужно каких-то особых действий для того, чтобы там принять участие. Мы призываем муниципалов проводить занятия таким образом, чтобы первая часть была посвящена нашей лекции, вторая часть ответом на вопросы жителей. То есть можно прийти и просто-напросто пообщаться с представителями. То есть я не хочу сейчас слушать по капитальному ремонту лекцию, но у меня есть вопрос по воде. И в этом случае специалисты органов местного управления консультируют жителей. И если они не могут ответить на вопрос в данный момент, они присылают нам этот вопрос в качестве домашнего задания. Мы его отрабатываем. На следующий раз мы жителям уже готовы сообщить. Настоящая школа. Ну, по сути, да. Домашнее задание. Да, сейчас мы провели уже 35 таких занятий. Мы приглашаем всех приходить 30 октября в свои городские районы администрации. Точный график можно будет посмотреть за 2-3 дня у нас на сайте. Мы его сводим, обновляем, актуализируем. И у нас будет тема, как нельзя более актуальная, это мусорная реформа. Почему она такая актуальная сейчас? Потому что на части края вы знаете, что уже выбран региональный оператор. И часть края с нового года у нас начнет жить по новым правилам. И уже люди получают договоры. Это договоры для ознакомления, в которых они увидят себя, как потребителя, и регионального оператора, как исполнителя этой услуги. С нового года мы начнем платить за вывоз мусора с вами не с квадратного метра, как сейчас, а с жителя прописанного. Мы полагаю, что в конце ноября, в начале декабря узнаем, каков будет тариф для жителей, которые начнут работать с региональным оператором. Это Эко-Сити у нас в данной части края. Ну и начнем потихоньку жить. То есть обо всем об этом будут говорить 30 октября в школе грамотного потребителя по всему краю, да? То есть если вы ничего еще не слышали о занятиях школы грамотного потребителя и о мусорной реформе, то приходите обязательно в администрации ваших населенных пунктов и узнаете много нового. Скажите, пожалуйста, как часто проходят эти занятия? Ежемесячно. Ежемесячно. Каждый месяц и каждый месяц новая тема, да? Да. Вы их выбираете, исходя из чего? Мы отслеживаем поток обращений, который приходит в министерство, где-то смотрим ситуацию. Мы выезжаем каждый месяц с министром по краю на выездные приемы граждан и смотрим, что волнует людей. Ну и по ситуации. То есть если где-то грядет какое-то изменение глобальное, которое повлечет за собой изменение договорных условий, вообще изменение жизни нашей с вами в коммунальном плане, тогда мы подгадываем, конечно, и стараемся опередить эту ситуацию. А в прошлом году мы организовали массовый сбор. То есть нам жители писали, на какие темы они хотят прослушать лекции. Мы это учли при составлении нашего графика. На прямую писали вам в министерство, да? Да. Скажите, а как выбирается тема? Мы уже поговорили. Сколько людей участвует, принимают участие? Насколько вообще жители края активны? Насколько им интересно повысить свою грамотность в сфере ЖКХ? Ну вот сразу скажу, что многое зависит от темы, потому что основные наши слушатели – это старшие домов, представители советов домов, просто активные собственники, и если какая-то тема их не интересует, ну, они могут спокойно на сайте посмотреть. С начала года наши занятия посетили 2800 человек. Всего с начала реализации проекта – это уже более 10 тысяч человек. Поэтому вот, ну, в среднем каждое занятие собирает у нас более 400 человек, по крайней. Каждое занятие? Ну, это средний показатель, да. Я сама присутствовала на нескольких таких занятиях в школе грамотного потребителя и отметила, что в основном принимают участие старшие по дому, которые уже далее информируют жителей. Это так? Совершенно верно. Мы стараемся найти себе наших агентов ЖКХ, так скажем. Ну, как вы сказали, пул. Пул, да, совершенно верно, которые уже дальше будут очень сильно доносить информацию. Ну, согласитесь, человеку, который там целый день занят на работе, да, но он не будет вникать в эти тонкости настолько глубоко. А старший по дому, конечно, он чувствует ответственность и, как правило, он заинтересован в том, чтобы в доме было все хорошо. Что касается самих занятий, они проходят в вечернее время или время как-то варьируется? Мы стараемся по возможности с муниципалитетами, с жителями отрегулировать этот вопрос. И поэтому эти занятия в целом проходят где-то вот с 15 часов. 14-15 часов, самое позднее у нас в Ставрополе проходит в одном из районов, это 17.30. Вы план составили, вы как министерство, я имею в виду. Лекции разослали в администрации, администрации провели школу, да, занятия в школе. Дальше вы как-то мониторите результаты, как это происходит? Конечно, мы просим наших коллег из органов местного управления присылать нам в обязательном порядке. Они фотографируют, чтобы мы понимали, да, что эти люди действительно пришли на занятия. Присылать состав участников, как лекция прошла, вопросы, которые рассматривались. То есть, каждую ситуацию мы анализируем. Не могли бы вы привести пример, какие темы лекции проходят? Ну, вот я сказала, что у нас будет по мусору. Мы рассматривали ОДН, и когда это было горячо, мы обязательно смотрели капитальный ремонт несколько раз, в том числе с возможностью проведения энергоэффективного ремонта, в том числе с привлечением финансовой поддержки от государства. Мы обязательно рассказывали, и еще будем рассказывать про работу в ГИС ЖКХ, система, которая, вы знаете, дорабатывается. Как бороться с должниками, состав общего имущества многоквартирного дома, как им управлять, и что с ним можно делать. Тем очень много. В ЖКХ есть что обсуждать. Совершенно верно. Уже 35 висит на сайте. Приходите, смотрите. Вот, как раз-таки касаемо плана на следующий год. Я знаю, что вы составили или на полугодие, или на какой-то будущий. На полугодие мы составили. Совершенно верно. Какие темы войдут? В январе, я точно помню, что мы будем рассматривать, как спросить отчет с управляющей компанией. Вы знаете, да, что она должна отчитаться за год. Какая должна быть форма отчета, как с нее правильно спросить, что мы должны посмотреть, с тем, чтобы мы понимали, куда ушли наши деньги. Как раз очень актуально в январе, да? Ну, да, совершенно верно. С тем, чтобы потом мы правильно выстраивали отношения с управляющей компанией, и заключили договор с ней же, учитывая особенности прошлого года, либо, может быть, присмотрели себе другую управляющую компанию. Благо, что в крупных городах, в Минводе, есть выбор таких организаций. Спасибо вам большое, Наталья. А с гостем нашей студии мы говорили о том, как в Ставропольском крае проходят занятия в школе грамотного потребителя. И в продолжении темы ЖКХ. Не расселять, а восстанавливать. Дом с трещиной в поселке Анжиевском аварийным все-таки не признали. До Нового года жители вернутся в свои квартиры. Но при одном условии. Здание капитально отремонтируют. Мнение жителей узнавала Елена Тюменева. Владельцы квартир приходят покормить питомцев, полить цветы и проверить имущество. Пустым этот дом в поселке Анжиевский почти не бывает. Хотя из-за ЧП его жильцов эвакуировали. В начале октября в перекрытиях трехэтажки образовались трещины, а пол просел. Почти полтора месяца люди ждали, пока городские власти решат судьбу их дома. Дом не аварийный. Нарушения там несущих конструкций нет. И угрозы разрушения не существует. Поэтому было рекомендовано провести именно капитальный ремонт. На основании этого было принято решение КЧС не заселять людей, а содержать их либо в ПВРе, пункте временного размещения, либо в квартирах по найму. Решение было принято по результатам двух экспертиз. Их выводы практически идентичны. Расселять никого не нужно. Но пока идет подготовка и сам капремонт проживать в здании нельзя. Такие выводы специалистов и чиновников многих не обрадовали. Новость разделила жильцов многоэтажки на два лагеря. Галина Борчанова вместе с семьей обитает в пункте временного размещения и хочет побыстрее вернуться домой. Мы хотим вселиться назад. У меня ребенок инвалид. Я сама инвалид. И муж после двух инсультов. У меня нет ни желания, ни смысла, ни здоровья сейчас куда-то переселяться. И там мы в этой одной комнате ютимся втроем. Там хорошо, но это не дома. Пол рушится, стены валятся. Как он может быть жилой? Мы, например, там не хотим жить, потому что с самого начала дом был такой. Но есть и другое мнение. Светлана Бондарева и Анна Алоян тоже живут в выделенной администрации гостиницы. В пункте временного размещения переселенцам бесплатно предоставляют комнаты и трехразовое питание. Женщины со своей соседкой категорически не согласны. Они не хотят возвращаться в свои квартиры. Половина хотят обратно, потому что у них ремонт. Они вкладывали, естественно, за ремонт им ничего не вернут. Я хочу себе новую равноценную квартиру. Вот сколько есть у меня квадратов там, такую же другую, потому что у меня ипотека. 15 лет мне еще за нее выплачут. Ежемесячно я плачу 10 тысяч. Люди, измученные бытовыми неурядицами и устали от неопределенности. Но все еще надеются, что городские и краевые власти помогут решить их проблемы. Со дня на день начнут составлять проектно-сметную документацию. На это уйдет около 10 дней. Но без этих бумаг начать восстановление дома невозможно. Потом по плану ремонтные работы. Сроки установлены жесткие. До 31 декабря жильцы должны вернуться в свои квартиры. Елена Тюменева, Геннадий Сахацкий из Минеральных Вод. А мы продолжим тему и поговорим подробнее о том, почему же злополучный дом не признали аварийным. С начальником управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерием Савченко. Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Добрый день. Предлагаю вам начать по порядку и рассказать нашим телезрителям, по каким критериям вообще дома признаются аварийными. Порядок признания дома аварийным определен 47-м постановлением правительства Российской Федерации, которое четко регламентирует деятельность органа местного самоуправления, создание межведомственной комиссии, которая принимает решение. Ну и, соответственно, порядок принятия этого решения. Для того, чтобы признать на квартирный дом аварийным или не аварийным, или вообще сделать какой-то вывод об аварийности, либо иной вывод о необходимости проведения реконструкции дома, о необходимости проведения капитального ремонта дома в случае признания аварийным, в любом случае межведомственной комиссии требуется заключение специализированной организации. То есть это прямо прописано в 47-м постановлении правительства. То есть не может сама комиссия с участием тех лиц даже, которые в ней участвуют, несмотря на то, что там специалисты жилнадзора, как правило, участвуют, и специалисты строительных подразделений, органов местного самоуправления, комитетов городского хозяйства. В любом случае, несмотря на вот эту совокупность, закон четко содержит, и не постановление правительства четко содержит норму о том, что специализированная организация должна провести обследование дома. И сделать соответствующий вывод, почему-то должна быть специализированная организация, имеющая соответствующий допуск. В этой части очень часто возникают противоречия в ходе заседания межведомственной комиссии. То есть у нас есть экспертные учреждения, которые делают экспертизы, в том числе для судебных органов. Это одна часть, по сути, экспертных организаций. А мы говорим о специализированной организации, которая на сегодняшний день включена, там должен быть соответствующий реестр саморегулируемых организаций. И вот эти организации имеют право выполнять данные виды обследований. Это обследование, соответственно, изучается межведомственной комиссией. И основываясь на тех выборах, выводах, которые сделал эксперт, и это специализированная организация, межведомственная комиссия принимает соответствующее решение. То есть есть целый ряд выводов ГОСТ. Обследование, опять же, имеется соответствующий ГОСТ. Он является обязательным. И в соответствии с этим обследованием ГОСТом оформляется результат обследования. И прописан ряд выводов, которые делает эксперт. То есть мы говорим, это ограниченное работоспособное состояние, работоспособное состояние, аварийное, ну и так далее. Валерий Анатольевич, ну чтобы вот мне и нашим телезрителям было понятно, дом признается аварийным, если, вот, например... Ну, сложно сказать, ну, допустим, если ограждающая конструкция, там, несущая конструкция дома находится в аварийном состоянии, то есть фундаменты двигаются, да, там, или проседает где-то фундамент, где-то разрушены фундаменты, где-то, допустим, несущие стены находятся в аварийном состоянии, то есть имеются какие-то либо серьезные разрушения, имеется динамика каких-либо разрушений, то есть трещины, да, то есть начинаются волосяные, трещины раскрываются, ведется, как правило, мониторинг, продолжается движение, в этой связи, соответственно, уже делается вот, что имеется динамика, динамика негативная, она может привести к разрушениям квартирного дома. На самом деле все достаточно сложно, и только соответствующий специалист может сделать правильно данный вывод. Да, и по конкретному дому. Однозначно, конечно. Что касается дома в поселке Анжиевский, вы, я, насколько знаю, выезжали на место событий в начале октября, когда это все произошло. То есть видели все своими глазами, оценили обстановку. Что вы увидели? Как вы считаете, были ли основания вообще признать этот дом аварийным? Ну, я думаю, уже эта информация прошла. Да, то есть результатом того, что произошло, фактически явилась коммунальная авария, которая произошла на канализации, на отдельном участке городской канализации, в результате которой произошло подтопление подвала данного многоквартирного дома, в результате которой произошло замачивание оснований пола. В результате того, что, ну, вывод какой, потому что они были плохо организованы и утрамбованы, соответственно, произошла просадка основания пола. и пол первого этажа практически, то есть местами провалился вниз где-то до 10 сантиметров. В целом, когда мы осмотрели конструкции здания, даже визуально было понятно, что никаких повреждений фундаментов, трещин мы не обнаружили. Но все же то, что вы сейчас только что перечислили, заставляет задуматься о том, безопасно ли жить в этом доме. Вот ситуация какая, то есть мы имеем несущие стены, фундаменты здания, которые находятся в нормальном состоянии. Что произошло? Вот между несущими стенами у нас основание пола. Основание пола устраивалось путем обратной засыпки, его соответствующими, должны были определенным образом выполнить грунтами, соответствующими, в соответствии с проектом. Фактически само основание пола первого этажа было выполнено с нарушением проектной документации, надлежащим образом не утрамбованно, и оно просто просело основание пола. И проседание основания повлекло за собой то, чтобы перегородки стали где-то разрываться, где-то просто отрываться от перекрытия второго этажа. Дальше и сами фундаменты находятся в нормальном состоянии, в ограниченной работоспособном, как потом сказала специализированная организация. И несущие стены, и перекрытия дальше, следующие этажи перекрыты плитами, где-то там монолитными участками. То есть они тоже находятся в абсолютно нормальном состоянии. То есть проблема, она возникла исключительно из-за проседания основания пола первого этажа. И поэтому какая-либо угроза, то есть и риск возникал только у жителей вот именно первого этажа в связи с риском того, что вот эти вот перегородки, которые там оторвались, они могли обрушиться. И поэтому было принято решение во избежание там угроз отселить как бы людей из данного дома. Вы упомянули жителей. Вот как раз-таки многие из них не хотят возвращаться обратно, просто опасаются за свое здоровье, за свою жизнь. И просто-напросто не доверяют качеству будущего капитального ремонта. Скажите, вы как-то можете их успокоить? В любом случае данный ремонт будет выполняться в соответствии с проектной документацией. Как уже было сказано, то есть экспертная организация сделала вывод о том, что дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии. И внесла вот вторая экспертиза, которая повторно проводилась, конкретные предложения по восстановлению данного работоспособного состояния. То есть это восстановление основания пола путем метода инъектирования с последующим восстановлением, соответственно, пола и перегородок первого этажа. И местами усиление основания и фундамента также методом инъектирования тоже по отдельному проекту. Как в сюжете было сказано, то есть в любом случае будут подготовлены проектные решения специализированной организации, по которым будет выполнено, соответственно, восстановление работоспособности данного дома. То есть вот, опять же, о каких-либо основаниях переживать у жителей второго, третьего этажа абсолютно никаких нет. То есть дом находится в нормальном состоянии. Что касается первого этажа, то есть необходимо выполнить те работы, которые специализированная организация обозначила. То есть если, опять же, к выводам, то есть ограниченное работоспособное состояние, оно, по сути, не препятствует дальнейшей эксплуатации даже объекта. Но, тем не менее, во избежание рисков было принято решение о том, что давайте перестрахуемся и все-таки отселим собственников всего дома. Трещины в подвале дома обнаружили сотрудники водоканала. Скажите, неужели раньше никто о них не знал? Это вот вдруг обнаружилось. Но они же не вмиг образовались. Ну, там, еще раз, нет каких-либо трещин. То есть вот есть бетонные блоки, которые лежат друг на друге. То есть вода просто попала, по сути, в щели между этими бетонными блоками. Каких-либо серьезных трещин, которые были там, мы, допустим, при визуальном обследовании их не установили. Опять же, там, где специализированная организация это установила, она и говорит о том, что там эти незначительные трещины можно устранить методом инитирования. То есть это абсолютно нормально. Но, тем не менее, незначительные трещины, они все-таки обнаружились, да? Кто несет ответственность за них? Кто здесь виноват? Кто недоглядел? Кто неправильно построил? В целом, безусловно, за данный объект несет ответственность та организация, которая судила строительство. То есть эти должные лица, которые на тот момент принимали данные работы в виде технического надзора на данном объекте и так далее. То есть объект не поднадзорный, поскольку он трехэтажный. То есть инспекции государственного строительного надзора он поднадзорен не был. Поэтому вот эта часть мероприятия на объекте не выполнялась. Объект приобретался там органом местного самоуправления на тот момент администрации, поселения. И смысл в том, что, может быть, какое-то упущение было со стороны работников администрации, потому что фактически, если мы почитаем статью 55-го градостроительного кодекса, то принимая объект, администрация проявляет внешний осмотр данного объекта, в том числе и на соответствие проектной документации и техническим регламентам. Я вот коротко, в чем разница? То есть когда осуществляется государственный строительный надзор, мы все-таки контролируем весь ход строительства, начиная от основания, фундамент и поехали. Программа проверки, каждый отдельный этап мы, соответственно, проверяем, в том числе смотрим и сам объект на данном этапе, каким образом он построен, и смотрим исполнительную документацию. Что касается органов местного самоуправления по неподнадзорным объектам, то они выходят и смотрят уже на готовый объект. То есть объект стоит, они пришли и должны были его осмотреть. То есть в ходе осмотра, в принципе, когда мы пошли его визуально осматривать первоначально в этой комиссии, мы тоже установили, что объект не соответствует той проектной документации в отдельных частях, которая находилась в органе местного самоуправления. То есть определенные моменты должна была заметить, конечно, администрация еще в тот момент, в 2012 году. Валерий Анатольевич, и последний вопрос. Кто может дать гарантии, что после капитального ремонта проблем никаких с фундаментом и у жителей первого этажа не будет? И что капитальный ремонт будет выполнен качественно? В любом случае, в данном случае, администрация будет контролировать данное выполнение данного вида работ, сейчас являясь заказчиком. И, соответственно, принимая данную работу, будет проконтролировано качество выполнения данных работ с учетом заключения мнения специализированной организации. Я буду, безусловно, уверен, что будет осуществляться авторский надзор, и та специализированная организация, которая сейчас давала рекомендации, она проконтролирует, каким образом они выполнены во избежание того, чтобы в будущем претензии предъявились данные организации специализированные. Спасибо вам большое. О проблемах дома в поселке Анжиевска мы говорили с начальником управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. А я напоминаю, что вы смотрите в прямом эфире программу «Полдень». И вот, что увидите далее. 17 ноября. Что это за день и какие праздники сегодня отмечают во всем мире? Что, где, почем? Последние экономические новости нам расскажет Марина Кулешова. Если вы вдруг забыли, голова к концу рабочей недели просто закипает, сегодня пятница, 17 ноября. Чем знаменательный этот день в истории и какие праздники сегодня отмечают во всем мире, узнаем прямо сейчас. Время нашей рубрики «Календарь». Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Она проходила в Лондоне. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни один вуз не остается в стороне. Профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции отмечается сегодня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1923 году, Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию Института участковых в советской милиции. Решением Сената от 17 ноября 1757 года в Санкт-Петербурге была учреждена Академия художеств. Инициатором выступил один из деятелей русского просвещения, граф Шувалов, который затем был и попечителем Академии. Одной из основных функций учебного заведения было профессиональное обучение и воспитание высококлассных художников. И эта задача была выполнена не единожды. Выпускники Академии – Ломоносов, Баженов, Брюлов, Роден, Репин, Суриков, Кончаловский, Фаворский и другие знаменитые личности. 17 ноября 1948 года, 69 лет назад, в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку легендарный крейсер «Аврора». В народном календаре сегодня «Ерема, сиди дома». Наши предки считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду и подавно. В противном случае можно столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. Считалось также, что злые духи на «Ерему» стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Что сегодня за день мы выяснили, а теперь предлагаю поговорить о деньгах. Моя соведущая Марина Кулешова уже готова рассказать обо всех самых важных новостях экономики. Привет, Марина! Привет, Инга! Да, я готова. Много интересного расскажу прямо сейчас. Не переплачивайте, всем хватит. Центробанк призвал не покупать новые купюры выше номинала. Меньше, чем в Литве. Рейтинговое агентство «Фич» сравнило доходы россиян и европейцев. Навстречу иностранным туристам. С будущего года в России заработает система «Таксфри». Новая волна банковского мошенничества с использованием брендов ведущих российских банков началась в социальных сетях. Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности компании «Группа ИБ», специализирующиеся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. Компания зафиксировала осенью почти двукратный рост активности хакеров в соцсетях по сравнению с летом этого года. Отмечается, что злоумышленники в переписке с пользователями представляются сотрудниками банков. Они отслеживают запросы пользователей к банкам в официальных группах организации, после чего связываются с ними в личных сообщениях под видом специалистов. В ходе общения мошенники пытаются разными способами выманить у пользователей информацию, которая поможет им получить доступ к деньгам. Номер и ворификационный код карты – это три цифры на обороте, идентификатор пользователя, проверочный СИМ-СМС-код. ЦБ призвали не приобретать купюры в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала. Как отметили в Банке России, новые деньги не являются памятными, их тираж не ограничен. Регулятор также подчеркнул, что новые банкноты будут вводиться в обращение на территории страны постепенно по мере адаптации кассового и банковского оборудования. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиулина сообщила, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей с 12 октября начали поступать в обращение на территории страны. На Ставрополье новые деньги должны поступить в декабре. Международное рейтинговое агентство ФИЧ сравнило уровни зарплат в России и Европе. По расчетам экспертов, последние 4 года доходы жителей нашей страны упали на 11%. Так, доля россиян с доходами менее 220 долларов в месяц выросла с 10% до 29, а с доходом более 900 долларов упала с 28 до 11%. По данным агентства, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности, которая учитывает разницу в ценах в России и за рубежом на определенный набор товаров и услуг, снизилась на 6,5% до 1450 долларов. По этому показателю Россия отстает от стран не только Западной, но и Восточной Европы. В Литве средняя зарплата с учетом паритета покупательной способности составляет 1 900 долларов, в Польше более 2 100, в Испании 3 100 долларов, в Германии более 3 800 долларов. Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги. Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. В договоре об ипотеке будет определено, в электронной или бумажной форме будет выдаваться закладная. Как считают авторы новшества, данная инициатива даст возможность минимизировать издержки при составлении бумажной версии закладной и даже несущественно, но снизить ставки. Они, напомню, достигли сейчас минимальных показателей за всю историю этого вида кредитования в нашей стране и стали причиной рекордного спроса в 2017. Рост почти вдвое к итогам прошлого года. Между тем, эксперты заговорили о том, что такие темпы роста в слаборастущей экономике выглядят очень нездоровыми. И дело может кончиться ипотечным пузырем. Исходя из этих соображений, Банк России даже принял решение об ужесточении условий выдачи ипотеки. С 1 января будущего года Центробанк вводит повышенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Менее 20% от цены жилья будет взвешиваться с коэффициентом риска 150%, а менее 10% с коэффициентом 200%. То есть на 1 рубль выданного кредита банк будет должен заморозить в резервах 2 рубля собственных средств при первоначальном взносе 10-20%. Это 1,5 рубля. Понятно, что на этот шаг навряд ли банки пойдут. Так что ипотека с первоначальным взносом меньше 20% в России со следующего года может исчезнуть. Так ли это будет, узнаем уже к концу года. Скорее всего, Центробанк официально раньше немного объявит об этом. Ну а какова ситуация с выдачей ипотек на Ставрополе и Ставрополе в тренде ли по выдаче по росту ипотечных кредитов, мы сегодня и будем говорить с нашим гостем. Арсен Тананян, заместитель управляющего розничного бизнеса ВТБ в Ставропольском крае, у нас сегодня в гостях. Арсен, добрый день. Добрый день. Ну давайте поговорим о том, какова ситуация с ипотеками. Берут Ставропольцы? Берут. Мы в тенденции в общероссийской. У нас также рост наблюдается? Да, у нас существенный рост наблюдается в этом году. Если сравнивать результат 9 месяцев 2017 года, то мы наблюдаем 20% на рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И розница ВТБ в 2017 году за первые 9 месяцев выдала более 2 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Это порядка 1600 ставропольских семей. А какова доля нарушителей? Вот эти опасения, которые связаны с Центробанком, скорее всего, связаны с тем, что берут большую сумму, им, возможно, они не смогут погасить. А на Ставрополье какова ситуация с теми, кто не может исполнить свои обязательства по кредитам ипотечным? Вы знаете, мы не наблюдаем сейчас существенного роста каких-либо изменений, просрочки. Структура портфеля стабильна и значения просрочной задолженности, они находятся на том минимуме, на котором мы и работали ранее. А вы это с чем связываетесь? С той работой, которую ведут банки по отсеиванию и проверке клиента, платежеспособности клиентов? Или все-таки жители Ставрополя более осознанно подходят к выбору, брать кредит ипотечный или не брать? Здесь играет роль совокупность факторов. Во-первых, это качественный подход банка с точки зрения оценки рисков по каждому конкретному заемщику перед тем, как выдавать ипотечный кредит. Все-таки кредит большой, долгий, и мы должны достаточно взвешенно подойти к этому вопросу. Второй фактор, безусловно, который мы наблюдаем, рост он неспроста, объемы выдачи кредита. Это все-таки говорит о том, что наше население сейчас достаточно кредитоспособно и может себе позволить брать такие кредиты. А может быть дело в ставках? Каковы они сейчас на Ставрополе? Центробанк понижает ключевую ставку, соответственно, банки понижают. У нас какая средняя ставка? Мы тоже в тренде. Ставропольский край в тренде по понижению ставок. Сейчас средний диапазон это от 9,5 до 10,5% годовых. Это такая среднестатистическая ставка сейчас в регионе. И на новое, и на готовое жилье. А, то есть это и вторичный рынок тоже. Да, да. Средний диапазон он такой. А на что чаще берут жители Ставрополя кредит? Это квартира в новостройке или это может быть частный дом? Большая часть выданных кредитов это все-таки квартиры. Традиционно наш регион в нашем регионе преобладает выдачей ипотеки на приобретение квартир. Большая доля из квартир это готовое жилье, то есть это вторичный рынок. Вот примерно вот с таким трендом мы работаем уже на протяжении нескольких лет. Существенных изменений не наблюдается. А жители сельской местности, у них востребована форма этой ипотечной кредиты или все-таки они как-то по-другому решают жилищные вопросы? Безусловно, жители села тоже берут у нас ипотеку. Мы кредитуем сельскую недвижимость и наблюдаем определенную долю клиентов, которые обращаются на для цели приобретения квартиры или чаще это частный дом в сельской местности. А вообще, каков полный механизм предоставления ипотечного кредита? Что нужно сделать, чтобы стать заемщиком? Для начала потенциальный заемщик должен проконсультироваться в банке и подать необходимый пакет документов, для того, чтобы банк мог оценить кредитоспособность и платежеспособность конкретного заемщика, либо группы заемщиков, если это супруги, например, подают заявку. И на совокупный доход предоставлены? Да, безусловно. Банки учитывают совокупный доход. ВТБ здесь не исключение. Мы можем учесть доход нескольких заемщиков в структуре одной сделки. Подается заявка. Банк рассматривает первоначально заявку с точки зрения возможности потенциального клиента оплачивать такую сумму кредита. После вынесения положительного решения заемщик подбирает себе подходящий объект недвижимости. И мы уже, после того, как объект подобран, мы проверяем документы по приобретаемому объекту недвижимости. Там все в порядке. Да, безусловно, потому что мы в данной ситуации разделяем риски с клиентом. Если там не все в порядке, вы пострадаете, не выдав деньги. Ну, пострадают все, скажем так. И пострадают и заемщик, и банк с точки зрения залога. Поэтому мы здесь готовы брать на себя ответственность за проверку документов. Плюс подключается страховая компания, которая страхует все возможные риски и заемщика, и банка. После этого выдаются кредиты и проходят стандартную процедуру регистрации в Росреестре. А какова средняя сумма, которую жители Ставрополья берут на ипотеку? Это где-то от миллиона ста до миллиона трехсот. То есть не самые большие суммы, да? Не самые большие суммы, да. Но это такая средняя сумма в регионе. Безусловно, бывает ситуация, когда мы выдаем существенно больше. Но это скорее исключение, нежели правило. Как правило, миллион сто, миллион триста. А срок 10 лет, да? Срок может быть очень большой. Это от года до 30. Средний срок выдачи ипотеки – это около 15 лет. Чаще всего наши клиенты пользуются именно таким сроком кредита. И вот, возвращаясь к информации, которую я чуть ранее озвучила. Если вдруг прогнозы сбудутся, и Центробанк начнет ужесточать политику в отношении ипотечных кредитов, смогут ли банки повысить процентные ставки на уже выданные кредиты? Потому что сейчас, скорее всего, ставка понижается. И к концу года, с учетом тенденций, которую озвучивают аналитики, скорее всего, граждане постараются набрать ипотечных кредитов. Вот смогут ли потом изменяться процентные ставки? Во-первых, я очень рекомендую всем гражданам, всем заемщикам внимательно читать кредитный договор перед тем, как вы его подписываете. Кредитный договор у нас не предполагает изменения ставки. Она фиксирована. Да, она фиксирована. Мы работаем в рамках действующего законодательства, безусловно. И мы не меняем ставку клиенту, она остается та, которая была зафиксирована. Какая бы не была экономическая ситуация в стране? Нет, не меняется ставка. Все понятно. Спасибо большое, Арсен. Напоминаю, гостем нашей программы был Арсен Тананян, заместитель управляющего розничного бизнеса ВТБ в Ставропольском крае. А мы продолжаем. Госдума приняла закон о введении в Россию системы такс-фри. Граждане стран, которые входят в Евразийский экономический союз, могут компенсировать НДС, уплаченные при покупке товаров в России. Для этого иностранцу нужно потратить за день не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и получить чек. При этом такс-фри не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство также сможет определить перечень продукции, за которую нельзя получить компенсацию. Иностранцы должны будут в электронной форме представить налоговый орган, реестр чеков с отметкой таможни о вывозе товаров. В пилотном режиме механизм заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Магазины будут представить в налоговую службу информацию по чекам, а потом направлять ее в налоговую. По мнению властей, такс-фри будет способствовать продвижению российских товаров, а также благотворно скажется на туризме. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал ряд поручений по разработке мер поддержки проблемных авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства. Министерством транспорта и финансов совместно с Аэрофлотом поручено создать систему, позволяющую оперативно осуществлять финансирование расходов на вывоз пассажиров авиакомпаний, которые остановили свою деятельность. В частности, одним из вариантов может стать компенсационный фонд в размере 2 млрд рублей, формируемый в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности авиаперевозчиков. И у меня на этом все. Завершим блок «Курсом валют» на сегодня. Спасибо большое тебе, Марина. Я надеюсь, что действительно вот эти меры, которые предпринимает правительство, нас всех поддержат, и все авиапутешественники доберутся в те места, куда они собрались. Запланировали. Да, без проблем. Без приключений. Пожалуйста, Инга, приду в понедельник, расскажу другие новости. Будем ждать. А далее в нашей программе. Стоп-развод. Какими способами сотрудники ЗАГСа спасают от рокового шага ставропольские семьи? Сажаем правильно. Вместе с нашим экспертом готовим виноград к зиме. Оставайтесь с нами. Первые хирургические операции с применением наркоза великий русский хирург Николай Иванович Пирогов провел в Ставрополе. Во время Кавказской войны здесь размещался самый большой госпиталь. Часть строений сохранилась до наших дней. Ставропольский край. Мы первые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная ячейка общества – это семья. По статистике в России чаще всего мужчины вступают в брак в возрасте 25-30 лет, а женщины чуть раньше – в 20-25. Но, к сожалению, нередки случаи, когда семьи распадаются. На самом деле цифры просто ужасают. Так, по данным Росстат, в этом году на тысячу свадеб пришлось 829 разводов. А в прошлом году разводов было чуть меньше, на тысячу браков – 895. Больше всего семей распадается в Ленинградской и Алтайской областях, а также в республике Коми. А меньше всего в республиках Северного Кавказа. Очевидно, что брак нужно спасать, но любой лиценой. Краевое управление ЗАГСа проводит ежегодную акцию под названием «Стоп-развод». На этот раз выбрали необычную площадку – место, где готовят будущих управленцев и госслужащих. Все подробности у Виктории Середы. Он уехал. Ну, думала, ну все, наверное, не приедет. Нет, приехал, сыграли свадьбу, и он меня увез. Знаете куда? В Оренбургские степи. Где только сурки и суслики, и летом ничего. 50 лет – душа в душу. Семью Светланы Владимировны и Николая Васильевича Трудолюбовых можно смело назвать образцовой. Они пережили много счастливых моментов, испытали тяготы военной службы, но никогда даже и не думали разводиться. Неспроста супружескую пару пригласили к студентам, которые только начинают строить свои семьи. Ну, конечно, доставалось в основном мне. Он уехал на неделю, его дома нет. Может, поэтому так мы скучали друг от друга, что для нас было все это. И так вот, и шесть раз, шесть раз мы меняли место жительства. А вот другая участница дискуссионной площадки Света Михайлова вышла замуж в 18 лет. Вместе с мужем они продолжают учиться в академии и строить крепкую семью. Мы все говорили, что это рано. Ну, нам родители сказали, что это не рано, вы не поспешили. Потому что мой свекор, отец моего мужа, сделал свекровью предложение аж через неделю знакомства. Он был военным, и у него не было времени на отношения, на свидания. И он увидел ее и сказал, ты мне подходишь, все. И принес заявление ЗАГСа. Хоть примеров счастливой супружеской жизни в крае и немало, разводиться на Ставрополье продолжает тысячи пар. К примеру, только за 10 месяцев 2017-го распалось более 8 тысяч семей. Специалисты ЗАГСа делают все возможное, чтобы снизить этот показатель. В том числе уже в шестой раз проводят масштабную акцию «Стоп-развод». У нас в этом году, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, на 600 браков стало больше, но на 400 расторжений стало меньше. То есть это определенный, как сказать, прогресс. И мы почему в крае обостряем эту тему? Потому что мы хотим, чтобы союзы семейные, они были еще крепче. И когда граждане решают вопрос о вступлении в брак, они прежде всего должны взвесить все риски. Для этой дискуссии сотрудники ЗАГСа выбрали необычную площадку, место, где готовят будущих управленцев и госслужащих. Мы должны прививать нашим студентам в первую очередь, конечно же, и государственным и муниципальным служащим, как оплоту государства истинные ценности семьи, истинные ценности брака. И нам очень повезло, что мы живем на Северном Кавказе, потому что сейчас наиболее крепкие узы брака – это в традиционном обществе. А на Северном Кавказе традиционное общество сильно как нигде. На этом краевая акция «Стоп. Развод» не заканчивается. Она продлится до Нового года. За это время сотрудники ЗАГСа намерены спасти от рокового шага многие ставропольские семьи. Виктория Середан, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Бороться нужно не только за спасение семьи, но и за хороший урожай. Ведь не все сельскохозяйственные культуры переносят холода спокойно. А ведь они уже скоро. К примеру, виноград – это теплолюбивое растение. В мире насчитывают более трех тысяч видов этой ягоды. Конечно, далеко не все они растут в нашем ставропольском климате. Зима-то у нас есть, хоть и не всегда суровая. О том, как подготовить виноград к холодам, узнаем прямо сейчас. В эфире рубрика «Сажаем правильно» с Владимиром Кожевниковым. Добрый день, осенние вы наши. Осень – это не время ухода в спячку, а наоборот, исправление тех недостатков или тех недоработок, которые мы не успели в теплое время. И мы сегодня поговорим о том, как же правильно подготовить куст винограда к дальнейшей зимовке и урожаю в следующем году. Нам необходимо сказать о том, что у нас есть два вида, как бы два вида винограда. Это укровные сорта и неукровные сорта. Ну, укровные сорта – это те, которые используются у нас в производстве, для производства вин, и мы о них говорить не будем. Большинство у нас сортов, которые выдерживают вот такой неукровной характер формировки. Если они находятся вот так на шпалере, как у нас, это одна формировка. Если они у нас находятся в виде беседки или в каком-то озеленении, несколько имеют отличия. Но мы сегодня расскажем о том кусте винограда, который нам необходимо подготовить в нашем саду и для получения в следующем году хорошего урожая именно столовых сортов. Потому что неукровные сорта – это, как правило, столовые сорта. Итак, вы видите, что в течение лета выросло огромное количество побегов. И нам необходимо сегодня безжалостно удалить 90-95% того прироста, который у нас имеется. Но я потом расскажу, что сделать еще и с этими отходами, которые у нас получатся во время формировки. Итак, вы видите вот эту лозу, которая имеет прирост около двух метров. Нам необходимо помнить о том, чтобы создать такое количество плодовых почек, которые мы видим, чтобы наше растение сформировало хороший качественный урожай. То есть немного их оставить и немало, то есть именно ровно столько, сколько нужно. Вот для этого куста нам необходимо оставить не более 20 почек, 20 почек, из которых формируется потом побег, и на котором будет одна-две цветочных грозди. И мы, тем не менее, весной еще одну удалим. Итак, начинаем работать. Вы видите, вот сколько побегов мы здесь должны оставить? Ровно 2-3 почки. Видите, сколько мы удаляем вот эту вот многолетнюю древесину с однолетней древесиной. Мы удаляем однолетний прирост. Вот здесь вот одна-две почки. И мы оставляем одну почку плодовую, а это спящая, для того, чтобы она сформировала в следующем году новый побег, который будет давать урожай уже в 2019 году. Здесь мы тоже удаляем лишнее. Здесь мы оставляем вот такой побег, а это удаляем. И вот вы видите, уже сколько много мы удалили. Здесь вот мы оставили даже лишнее. Мы удалим вот этот вот старый побег, вы видите, и оставляем два молодых побега практически с тремя почками. Вот у нас еще один такой большая целая развилка этих побегов. Мы удаляем сразу то, что наверняка нам не нужно. Из этих вот побегов формируем, опять же, нашу в следующем году урожайную лозу. И вот мы фактически сделали всю работу для того, чтобы этот куст дал хороший урожай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать мы оставили побегов, на которых мы оставим 14 гроздей в следующем году. И только в таком случае этот куст нам даст хороший урожай. Но, опять же, мы посмотрим по погодным условиям. Можем оставить на них 14 гроздей, можем оставить несколько больше, либо, может быть, даже и меньше. Что мы в этом году делаем? Почему мы сейчас осенью срезаем? Если мы перенесем эту операцию на весну, то весна настолько скоротечна, настолько быстро необходимо выполнять все агротехнические приемы, что мы можем запоздать, и токи питательных веществ пойдут весной в почку, почка начнет развиваться, и тогда место среза вот это, которое мы сделаем весной, из нее потечет сок, и растение, если не погибнет, то, во всяком случае, будет очень сильно болеть. Поэтому в нашей зоне виноград обрезают с осени обязательно. Можно, конечно, весной, но это чревато. Поэтому я вот сегодня вам показал, как мы в течение буквально нескольких минут подготовили наше растение к зимовке. А в следующей передаче я вам расскажу о том, как нам сделать так, чтобы старовозрастные яблони и груши плодоносили каждый год. Смотрим далее. В продолжении рубрики «Сажаем правильно» – новости криминальных сводок региона. Прием специалистов, правовую помощь детям и их родителям окажут по всему Ставропольскому краю. Международный день студента, как его отмечают на Ставрополе, и, конечно, прогноз погоды. Какие еще сюрпризы природа преподнесет нам сегодня? В ближайший понедельник по всему Ставропольскому краю более двух тысяч специалистов на разных площадках весь день будут вести прием. В том числе в школах и интернатах. Накануне об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченная по правам ребенка на Ставрополе Светлана Адаменко. Она отметила, что консультации могут касаться имущества, недвижимости, выплаты алиментов, пособий, трудоустройства и многих других тем. Акция приурочена к Международному дню прав ребенка. Координатором правовой помощи детям выступает Главное управление Краевого министерства юстиции. Все консультации будут бесплатными. Узнать адреса площадок, где окажет юридическую помощь, можно уточнить на сайте Краевого Минюста. Это конкретная помощь. Заявления наиболее сложные будут взяты на контроль. Это не только одна акция прошла, единовременная. Это целый месячник затем будет проводиться правовой помощи детям. И это своеобразный мониторинг законодательства как российского, так и федерального. Мы уже смотрим, по каким вопросам больше всего обращаются. Что не так в законе, что работает, что не так. А правовая помощь нужна не только детям, но и тем, кто приступил к границу закона. Как вы уже, наверное, догадались, настало время наших криминальных новостей. О них расскажет Светлана Сухорукова. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1300 сообщений о преступлениях и происшествиях. Пресечено более 400 административных правонарушений. Более 260 граждан привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка и безопасности. На дорогах края зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло, 7 получили травмы различной тяжести. За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение двух подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия. Зарегистрировано 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 16 из них раскрыто сотрудниками полиции. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка поступила оперативная информация о причастности местного жителя к сбыту наркотических веществ на территории города Ставрополя. При проверке информации полицейские провели оперативный эксперимент. В ходе проверочной закупки мужчина продал гражданину, выступившему в роли покупателя, парышкообразное вещество, которое, согласно проведенной экспертизе, является героином массой более 1 грамма. Также полицейские установили, что мужчина предоставляет свое домовладение наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. В ходе осмотра домовладения гражданина полицейские обнаружили и изъяли предметы для приготовления и потребления наркотических средств. Кроме того, в домовладении оперативники задержали двоих местных жителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В отношении мужчин составлены административные протоколы за употребление наркотических средств без назначения врача. В настоящее время в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела. За минувшие сутки раскрыто 9 преступлений, связанных с хищением чужого имущества. В дежурную часть отдела полиции Андроповского района обратился представитель одного из сельхозпредприятий села Козинка. По словам заявителя, неизвестные похитили с территории организации крупную партию семян подсолнечника. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемых лиц. Как выяснилось, кражу совершили двое местных жителей, оба работники указанного предприятия. Мужчины загрузили семенами подсолнечника прицеп одного из транспортных средств, замаскировав готовую продукцию отходами сельхозкультур. Затем подельники перецепили указанный прицеп к другому трактору и вывезли почти две тонны груза за пределы предприятия, проехав мимо оператора весовой. Позднее похищенные семена были обнаружены участковыми уполномоченными полиции во дворе домовладения одного из участников преступления. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них следователем районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. И немного об акциях. В Благодарненском районе Ставрополья действуют родительские патрули из числа сотрудников госавтоинспекции и неравнодушны к проблеме безопасности дорожного движения взрослых, чьи дети посещают образовательные учреждения. Патруль, как и школа, работает в две смены. К восьми утра на стражу безопасности пешеходных переходов и подъездов к учебным заведениям выходит первая группа. А после обеда заступает вторая смена. У обоих родительских патрулей общая задача проконтролировать соблюдение детьми сопровождающими их лицами правил перехода проезжей части, а также правил передвижения несовершеннолетних на личном транспорте. На этой неделе родительский патруль возглавил главный автоинспектор Благодарненского района, который провел личную беседу с каждым выявленным нарушителем, а также вручил информационные листовки. Законопослушные автолюбители получили из рук сотрудников ГИБДД памятные подарки, а маленькие пассажиры сладости и световозвращающие элементы. Аналогичные родительские патрули возглавили руководители подразделений госавтоинспекции Кочубеевского и Придгорного районов. Для сельских районов Ставрополья родительские патрули большое подспорье в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов. Для детей взрослые подают собственный положительный пример. И напоследок. За прошедшие сутки полицейскими выявлено и пресечено 14 фактов незаконного хранения и изготовления оружия. Главное управление ВД России по Ставропольскому краю напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края. Также напоминаем, что за сокрытие нелегального оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Уважаемые граждане, Краевая полиция призывает вас соблюдать меры личной безопасности и проявлять бдительность. Если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». А теперь вернемся к событиям этого дня. Студенчество – лучшая пора в жизни, пожалуй, всех людей. Спустя годы мы с ностальгией вспоминаем эти времена, а сегодня все студенчество мира отмечает Международный день студентов. Этот праздник далеко не новый. Он появился еще в 1941 году. Произошло это в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Чем живут современные студенты, нам расскажут наши гости. Это члены совета обучающихся Северо-Кавказского федерального университета, председатель совета Кирилл Черкис. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший наставник тютерства Руслан Костин. Здравствуйте. И прекрасный руководитель студенческого пресс-центра, почти что наша коллега Людмила Грищенко. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Поздравляю вас с этим праздником. Спасибо. Вы представители студенчества нашего края, представляете его в нашем эфире. Давайте начнем с вас. Кирилл, вы руководитель. Да. Чем занимается ваша организация? Рассказывайте. Совет обучающихся это, в принципе, скажем так, объединение всех студентов, абсолютно всех, которые обучаются в нашем университете. И основные задачи это защита прав и представление интересов. То есть какие-то реализации студенческих инициатив и так далее. И, естественно, защита прав наших студентов на любом уровне. А я думала, что вот раньше мы называли это студенческими союзами, в основном они ведут какую-то активную общественную жизнь, участвуют в разных мероприятиях. Это тоже вы делаете? Это тоже. То есть, скажем так, студенческие советы, студенческие союзы были по большей части вот именно актив и так далее, да? А потом, скажем так, совместились вот эти функции. На каком курсе вы все учитесь? Вы вместе учитесь? Ну, в одном университете на разных институтах разной специальности. Ну, вы, Руслан? Я учусь на пятом курсе. На пятом курсе. Какая у вас специальность? У меня специальность в медицинской биохимии. Вы любила? Я будущий учитель начальных классов на третьем курсе. И вы? Четвертый курс нефтегазовое дело. Ну, так ли легко совмещать учебу с вашей вот такой активной работой в студенческом сообществе? Коллеги, легко. Ну, мы справляемся. Ну, молодость, энергии много. Живем активной жизнью. Я понимаю, вы справляетесь. Но сколько вот реально времени у вас занимает эта деятельность? Ну, у меня практически вот целые дни. То есть, по сути, ты приходишь в университет, да, есть кабинет совета обучающихся, то есть там, по сути, рабочее место. И, ну, вот целыми днями там, как сотрудник практически. Я как студенческий пресс-секретарь координирую работу в СМИ. И у меня работа такая удаленная. То есть я могу сидеть дома или находиться на парах. Главное, чтобы был заряжен телефон. И тогда, я думаю, вся работа будет сделана. Ну, вы, Кирилл, вы руководитель. Как вы добились того, что, я понимаю, вас выбрали, это выборная должность, да? Что вас выбрали? И зачем вы вообще этим занимаетесь? Выбрали меня, получается, я полгода был временно исполняющим обязанностей. Временно исполняющим обязанностей, это как? У вас не было руководителя? Вы не могли выбрать? Нет, я был временно исполняющим обязанностей вот как раз на должности председателя. 28 февраля на конференции совета обучающихся предыдущий председатель сложил у себя полномочия, ну, уже, то есть он подходил уже к выпуску из университета, вот, и чтобы не проводить выборы в спешке, вот, был назначен временно исполняющий обязанностей, им стал я, вот, то есть тоже голосование, он, скажем так, голосование именно конференции, представителями каких-то институтов, групп и так далее, вот. И вот полгода, в том числе, мы посвятили подготовки к выборам, и буквально они завершились пару дней назад, 15-го часа у нас прошли выборы, выборы все общие, то есть, такие по-взрослому, ставились кабинки, все было по-настоящему, бюллетени, там, степени защиты на этих бюллетенях, люди приходили, голосовали, наши студенты, и вот. Голосуют только студенты или преподаватели тоже? Нет, только студенты. Вы принимали участие в выборах? Да. Мы с Людмилой избирательная комиссия были, ну, то есть, мы контролировали чистоту и правильность проведения этой процедуры, то есть, мы... Ну, рассказывайте, все ли было там чисто? Все было абсолютно чисто, ну, везде были степени защиты, как сказал уже Кирилл на бюллетенях. Как на настоящих выборах? Да, были созданы местные избирательные комиссии, которые контролировали именно на участке работу, и мы, как большая верховная организация, курировали это все, то есть, если были какие-то нарушения, мы их фиксировали, приезжали на место и разбирались с этим. А какие нарушения могут быть? Фальсификация бюллетеней, у вас такое случается, да? Могло такое быть, но такого... Не случилось. Не было. Могли агитировать в эти дни, ну, то есть, за каких-то участников тоже данных не было увидено нарушений, поэтому выборы прошли чисто и честно. То есть, у вас вот такое вот мини-государство СКФУ, да? Где вы выбираете своего председателя. Какие у вас еще выборные органы есть? Не так много, где-то около года назад проходили выборы на пост уполномоченного по правам студентов. То есть, скажем так, тоже должность в университете, вот, тогда тоже принимал в них участие, но тогда не победил, победил на тот момент председатель, который был, Иван Пальцев. Так, Кирилл, вы так и не ответили нам, почему вы этим занимаетесь? А почему этим занимаюсь? Наверное, потому что вижу, скажем так, какие-то проблемы, которые можно изменить, которые нужно изменить. Ну, к примеру. К примеру, это, ну, во-первых, ну, на мой взгляд, в принципе, одна из основных проблем то, что студенты слабо осведомлены в плане своих прав, обязанностей и так далее. То есть, и постоянно ведется какая-то информационная работа, вот, чтобы они знали о том, что они могут делать, что они должны делать, потому что мы очень часто в последнее время говорим, в принципе, о правах студентах, да, но забываем об обязанностях, вот, и в том числе, наверное, наша задача, вот, Вы им напоминаете, всем студентам, да. Что касается самого студенческого актива, какие мероприятия проводятся, и, я так понимаю, они же входят, да, в ваше сообщество, студенческий актив, что делают студенты в нем? Можно? Да, конечно. Мне кажется, наша гордость, то, что в прошлом году СКФУ принимал такие важные и значимые на всю Россию мероприятия, как Всероссийская национальная премия студент года, где наши студенты заняли первые места, а также вошли в призеры, и Россия студенческая. У нас очень много мероприятий, и уже два года подряд СКФУ является организатором парада... Парада российского студенчества. Да. Парад российского студенчества. Организатором, это значит, что... Все организовываем. И также у нас фотографы, видеографы, это тоже были с нашей... Это моя гордость. Это все проходит у нас в городе Ставрополь или по другим городам? По другим тоже. Парад российского студенчества это проект, который проходит по всей России, но в городе, вот его уже два года, как сказал, Людмила организует как раз Северокавказский федеральный. Ну и в принципе активное студенчество у нас занимается несколькими видами деятельности. То есть это могут быть на различных проектах как и участниками они могут быть, так и организаторами полностью. То есть от кураторского корпуса до верховного штаба этого мероприятия. Готовят людей к этому, специально обучают, пробуем новых, открываем новых лиц. И это площадки для самореализации всех студентов, которые жаждут этим заниматься. Вы только что рассказали, что вы организовываете, что организовывает СКФУ для студентов. Сами вы принимаете участие в каких-то междугородних, международных слетах студентов? Да. Каких? Ну если из такого самого, наверное, масштабного, яркого, это недавно прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Да, да. Вот. От СКФУ там было, по-моему, 35 человек. Вы там были? Да. Я лично был, да. Какие впечатления? Впечатления самые положительные, это не передать словами, потому что вот именно та атмосфера, когда студенты, люди со всего мира собираются в одной точке, и, казалось бы, должны быть какие-то языковые, культурные барьеры, их не было. То есть вот это все стирается, и люди находили способы коммуникации там с абсолютно разными языками, и, блин, это вот именно атмосфера дружбы, вот просто дружбы, вот вне политики. Какие семинары вы... Вы один были, вот, из присутствующих вас? Из присутствующих, да. Какие семинары вы посетили? Я посетил, это был Вуйчич, это был... Нет, на Грефа, на Грефа не хотел попасть, не успел, там были огромные очереди к таким людям, да. Конечно. Потом была, скажем так, встреча с представителем университета Навара, это испанский университет международный, вот, с ними очень тепло пообщались, с федеральными вузами, которые там были, тоже встречались, разговаривали. Руслан, вы в вашем студенческом сообществе занимаетесь тьютерством, правильно, да? Насколько я понимаю, тьютерство, это когда есть, не знаю, какие-то иностранные студенты или студенты из других городов, которые приезжают, и вот их сопровождает тьютер, как бы наставник, да? Это так? Или в СКФУ тьютерство, это что-то другое? Ну, сейчас, на данный момент, тьютерство больше подразумевает то, что мы работаем с первым курсом, то есть от старших курсов к младшим курсам, то есть от своего своему доступным языком рассказываем, как, в принципе... Что здесь и как, как здесь существовать. Да, потому что студенты приходят, первокурсники, и они как потерянные люди, они не знают, что делать. Для этого собирается группа людей на каждом институте, их курируют старшие, их наставники, для того, чтобы они могли беспроблемно обратиться и знать, к кому обращаться по любым вопросам, и чтобы на эти вопросы были получены ответы для них. И как каждому первокурснику представляется наставник? Каждой группе первокурсников. Каждой группе, да. Насколько это эффективно? Мы сейчас это разрабатываем еще в большей мере, чтобы сами наставники были прокачаны, так сказать, по молодежному, сленгово, чтобы они понимали, что им делать вот в окончательном и в большом количестве. Для этого будут организованы школы наставников, где их будет именно это как обучение идти. Это работает, потому что, ну, ближе подойти к своему товарищу, который старше, нежели чем к преподавателю, и задать тот или иной вопрос. Конечно. Что касается вас, Людмила, вы занимаетесь журналистской работой. Почему вы этим занимаетесь? И насколько она востребована в вашем пути? Ну, на самом деле, я начала заниматься это с первого курса. И когда у нас была первая встреча с Кириллом, он сказал, что СПЦ, ну, студенческий пресс-центр, это намного больше, чем группа ВКонтакте и группа в Инстаграме. И мы задумывались над этим. Почему я этим занимаюсь? Ну, потому что откуда люди становятся знаменитыми? Откуда? Откуда. Если их не покажут по телевизору, или напишут о них в газете, или на сайте, но откуда о них узнают? Мы занимаемся, на мой взгляд, очень важной и нужной работой, потому что мы освещаем студенческие мероприятия, мы пишем информацию о том, что будет в ближайшее время, и потом же о этих людях пишем. У нас очень много рубрик, у нас есть и видеорубрики. Вот мы сейчас уже выпустили два выпуска «Личность из КФУ». Здесь мы рассказываем о таких ярких представителях нашего вуза. И первым гостем был Кирилл, а второй у нас был проректор по административной работе. И люди смотрят это, они это видят, они чувствуют, заряжаются той же энергией, им тоже хочется участвовать в таких мероприятиях, чтобы о них написали. Я смотрю, у вас глаза просто горят, вам интересно, вы вовлечены. Дальше планируете стать журналистом? Ну, на самом деле, да, я на первом курсе поступала и поступила на журналистику, но вот так сложились. Да, это моя любовь, мне очень это нравится. И мне очень приятно, что в нашем вузе это развито, и то, что люди интересуются, и они приходят к нам и работают вместе с нами, и освещают мероприятия не только на вузовском, этапе, но и также городские, международные. И я очень горжусь за этих ребят. Вас очень приятно слушать. И, в общем, хотелось бы задать вопрос, какие планы на будущее у вас, у каждого, и у самого студенческого сообщества? Ну, начну. У меня, наверное, ну, сейчас, скажем так, я в какой-то момент понял, что... Ну, как бы выбрал профессию, когда поступал, все-таки вот хотелось, там, нефтегазовое дело, вот, интересно. Сейчас в какой-то момент понял, что, наверное, пока хочу вот заниматься, скажем так, молодежкой. Продолжать свою работу. Да, да, пока здесь. Это если из личных планов. То есть, ну, закончу университет, возможно, уже на уровне города, как-то, то есть, дальше расти в этом направлении. Ну, давайте про личное тогда сейчас скажем, Руслан, вы личное. Ну, собственно, я, помимо того, что учусь очно на медицинской биохимии, я еще заочно заканчиваю юридическую профессию. То есть, вы столько всего успеваете одновременно? Конечно, да. А вот, при этом, мои планы на будущее, вот именно личные, если, то это хорошо трудоустроиться и продвигаться дальше, свою активную жизненную позицию на данном рабочем месте и достигать хороших результатов. А мы вас поздравляем еще раз с этим праздником, Всемирным Международным Днем Студентов, и желаем, чтобы все ваши планы и мечты обязательно осуществились. Спасибо вам большое. Если вы не заметили, у нас появилась новая рубрика. В ней мы пытаемся бороться с хамством. К сожалению, нередко жители нашего региона сталкиваются с проблемами, а иногда просто с грубым поведением при обращении в различные социальные учреждения. Сегодня мы позвоним в одно из почтовых отделений города Ставрополя и выясним одну очень интересную ситуацию. В редакции нашей программы обратились с жалобой на то, что график работы почтампа, указанной в извещении, не совпадает с реальным графиком работы. В чем дело, сейчас выясним, а пока набираем номер. Да, 16-е отделение. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с кем я общаюсь? Можете имя свое сказать? Елена Николаевна, что вы хотели? Да, Елена, здравствуйте. Мне пришло извещение, нашла в почтовом ящике, посылка мне пришла. Скажите, я могу сегодня забрать посылку? Вы работаете сегодня? Работаем. Работаем. Приходите, забирайте. А со скольки до скольки, подскажите, пожалуйста? С 9 до полшестого. С 9 до полшестого. А вы знаете, вот я сейчас смотрю в извещении, и тут написано, что вы сегодня работаете... Извещение, это пишет Москва. Они не поменяли режим работы. Наше отделение сейчас работает по четвертым классам. Нам изменили график. А этот график, он где-то вывешен? Я могу его где-то... Конечно, она будет там на стенде у нас. А почему тогда... Вообще вот возникают такие вопросы. До полшестого. А что мне делать, если я не успеваю? Я работаю до шести. Как мне забрать мою посылку? В субботу, пожалуйста, забирайте. Я в субботу тоже работаю. Ну, значит, кто-то из родственников с вашим паспортом. А, то есть я могу просто передать паспорт, и кто-то заберет, да? Ну да, кому вы доверяете. Ну да, и проблем не возникли. У меня на почте не спро... Вот того, кого я передам извещение, и... Он свой паспорт, ваш паспорт. Ну, если с наложным платежом, естественно, деньги. То есть проблем не должно никаких возникнуть? Ну, нет. Я думаю, что если вы доверяете этому человеку, свой паспорт доверите, я думаю, что все остальное вы доверите. Получить посылку тоже. Елена, большое вам спасибо. Меня зовут Инга Песковацкая. Я ведущая программы «Полдень» на телеканале «Свое ТВ». И мы звоним вам прямо из прямого эфира. На самом деле, мы проверяем социальное учреждение на хамство. И вы прошли эту проверку. Вы нам не нахамили. И, в принципе, вежливо с нами пообщались. Спасибо вам большое. До свидания. А мы продолжаем наш выпуск. Нелетная погода. Сегодня в Савропольском аэропорту. Потому что на улице совсем ничего не видно. Туман. И аэропорт закрыт на отправку и прием самолетов. На взлетной полосе нулевая видимость. Какие еще сюрпризы преподнесет нам погода в ближайшие сутки, узнаем прямо сейчас. Савропольском аэропорту. Савропольском аэропорту. Савропольском аэропорту. Густой туман. Повод остаться дома и провести время в компании своего ТВ. Вот что мы подготовились для вас сегодня. В 19.30 не пропустите главные новости Старопольского края в нашей информационной программе «День». В 21.05 от души посмеемся и даже заглянем за кулисы. Смотрим специальный репортаж про Лигу КВН «Кавказ». Сразу за полночь в 00.15 наслаждайтесь нашим трек-листом. Это качественная альтернативная музыка ставропольских и других российских исполнителей. На выходных все болеем за наших. В 16.50 в субботу и воскресенье прямая трансляция «Ганбола». Играет «Динамо Виктор Россия» и «Слого Сервия». А в воскресенье вечером в 21.00 все вместе смотрим хорошее кино. На этот раз российский фантастический фильм «Обитаемый остров» режиссер Федор Бондарчук. Оставайтесь на своем. И, кстати, если вы еще не подписаны на наши группы в социальных сетях, сделайте это прямо сейчас. Мы есть в Фейсбуке, ищите там группу «Свое ТВ». Мы есть и ВКонтакте, группа тоже называется «Свое ТВ». Ссылку на нее вы видите на экране. Самые оперативные новости публикуют в мессенджере Телеграм свой спецкор. Подписывайтесь, ссылка на экране. Ну и, конечно же, официальная страничка программы «Полдень» в сети Инстаграм. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе последних событий края города. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и выходных! Субтитры создавал DimaTorzok